Он преодолел все шаги. Ульяновская область с гордостью носит статус родины талантов и наши родники талантов нисколько не оскудели. За прошедшие годы в телевизионной версии Олимпиады приняло участие 29 школьников с Ульяновской области. До вас, ребята, всего 7 человек становились финалистами. Трое были удостоены звания призеров. Ровно год назад Андрей стал финалистом регионального этапа, за что получил путевку в четвертьфинал телеигры на Первом канале. В конце прошлого года парень поехал на съемки в Останки на первый раз и успешно вышел в полуфинал. В феврале юноша покорял Москву и вышел финалистом. Все это время школьник готовился к последнему этапу. Заключительная игра должна была состояться 20 июня, но пандемия внесла свои коррективы. Лучших из лучших выбирали заочно. Нам дали задание написать эссе по той теме, по теме близкой к той, к которой мы готовились. Тема эссе была «Велик и страшен» был год 1945. И это довольно интересная тема, потому что я ее изучал на протяжении целого месяца. Победа в престижной телевикторине подарила Андрею путевку в Московский государственный институт международных отношений. Надо сказать, что он вообще не такой ботаник, как могут себе многие представить. Он вообще учился все эти годы легко и не сидел за уроками практически. Как-то между делом все это у него получалось. Я еще иной раз даже его упрекала. Он побольше учил. А зачем? У него и так получается. Шанс поступить в МГИМО без вступительных испытаний есть и у Владимира Куркина. Выпускник первой ульяновской гимназии в том году стал победителем регионального этапа интеллектуального шоу. А в этом году призером уже на всероссийском уровне. На самом деле я глубоко благодарен тому, что я хотя бы призер. Потому что в связи с ситуацией, которая сложилась во всем мире, в связи с пандемией, я вообще смог принять участие в финале «Умницы-умников». Сложилась ситуация, по которой финал Всероссийской олимпиады школьников и финал «Умницы-умников» должен был проходить в один день. И я должен был выбрать между одной олимпиадой и другой. А в данном случае я стал призером обеих олимпиад. И я считаю, что две лучше, чем одна. Победители. Их родителей и наставников лично поблагодарил губернатор. Глава региона поделился воспоминания о том, как сам принимал участие в этой игре в составе судей. Хорошо помню, как я принимал участие в одной из телевизионных игр олимпиады в составе «Ареопага». И я не прослышите, знаю, какие эмоции, какие перегрузки испытывают ребята. Поэтому примите от меня, дорогие парни, слова просто восхищения. Сергей Морозов на встрече объявил о новой традиции. Отныне победители или призеры очных финальных туров Всероссийских олимпиад первого уровня будут получать специальные медали, полностью сделанные из настоящего золота или серебра. Умники Андрей и Владимир стали первыми обладателями уникальной награды. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ.